Приветствуем, уважаемые любители волейбола, седьмые спортивные игры народов Якутии АМГА. И мы продолжаем показ четвертьфинальных игр среди мужских и женских команд по волейболу. Сейчас вторая четвертьфинальная игра. Будем показывать встречу между командами Намского Луса и командой города Якутска. Я, дорогие друзья, этой команды соседи. И многие игроки прошли университетский волейбол. На данный этап времени являются лидерами нашего волейбола Республики Сахаяк-Лития. Город Якутска и намцы на чемпионатах, последних двух чемпионатах конкурируют с собой. И сборная Намского Луса состоит из воспитанников, выходцев из разных улусов. Салёкмы, Суфы, Татинского Луса. А город Якутска с основными играет городскими ребятами. И здесь воспитанники 26-й школы, Катарского волейбола, Салёкмы и Усалдана. Сейчас приветствие команд. И это дерби. Принципиальные соперники. Игра силовая. Оба команды играют очень хорошо в нападении. Да и разнообразные комбинации мы сегодня наконец увидим. Что касается судей. Игру будут судить судьи первой категории. Первый судья Анатолий Чемирзанский и второй судья Семён Афанасьев. Пока игроки приветствуют друг друга, пожимают друг другу руки, мы тоже им пожелаем удачи. Сегодня с вами смотрим волейбол Татьяна Иванова и Александр Ушницкий. Здесь будет противостояние и личности. Лидеров нашего волейбола и доигровщик Николай Павлов является абсолютным лидером. Лучшим игроком волейбола Якутич на данный момент один из лучших. И один из лучших, опытнейших, центральных блокирующих это Никита Заусаев. От её игры будет очень много зависеть. От игры Александра Черкашина в связке воспитанника Усалданского волейбола. Как он распределит мячи между Никитой Заусаевым, между Шушурихиным, Олегом. И вот у Намсов Павел Абутов это связка признанной лидерой разыгрышей нашей республики. Ему комфортно он играет с этим составом уже лет 7-5. Кроме Николая Павлова у неё центральные, да, брат, родной брат Николая Павлова в центре играет или в диагонале будет играть. Это Айсен Жирготов, либерый тренер команды распределит, наверное. Но у неё есть молодые игроки, ряд молодых игроков, которые у нас на экранах появился состав. Николай Павлов это капитан команды доигровщик. Семён Васильев, Тимур Константинов, Семён Слевцов это мастер спорта по волейболу сидя призер чемпионата России. Диагональ, где он часто играет. Сергей Павлов, Потапов. Николай, Альберт Моисеев, Павел Абутов, связка, как уже сказано. Он капитаном сегодня выступает. Руслан Афанасьев, Марк Васильев, Айсен Жирготов, тренер и либерокоманды и Никита Петров. Есть в составе молодые ребята 2000 и 2001 годов рождения. Ну и есть те, которые Александр назвал, да, лидеры сборной республики Саха-Якутия. На экранах появилась сборная команда Якутска. Сегодня Якутск управляет тренером Светлана Муратова, мастер спорта России. И мы тут Якутск... Есть в Якутске ещё игроки, которые могли бы попасть. Естественно, мы видим, что первый, третий номер Никита Заусаев, Никита ростом 2 метра. Егор Сукулов, капитан команды, воспитанник Олеговского волейбола, да, игровщик. Александр Чешкашин-Залданский, он из связка. Это Имран Шамилов, Олег Шашурихин, воспитанник Якутского волейбола, 26-ю школу закончил. Андрей Климов, он рождённый в Кобяйский волейбол, представляет. Анатолий Татаев, Катас, Павел Сукулов. Алексей Арбатский, жатайский волейбол, Александр Пепелиц, это лидер доигровки многие годы. Максим Станицкий и Александр Филиппо будут сегодня появляться на площадке. Основной состав уже нашли свою расстановку. И сейчас мяч у города Якутска. И Александр Чешкашин, он, Саша, вчера показал добротную подачу. В этой расстановке Якутска имеет сильнейшее нападение. И подача у Александра непростая. Вчера несколько очков подряд набирал своими подачами. Уроженец села Сырдах, Уселданского района Александр Чешкашин. Да, это семьи волейболистов. Её отец очень хорошо играл с центральным блокирующим. Представлял Уселданскую сборную в многих спортсменах. Теперь Цин играет. Ну, несколько слов перед игрой. Можно сказать, что в этом году Намский Улус плодотворно с выездами на Дальний Восток. Несколько выездов было. И команда как никогда готова в этом году. И это дерби. Ещё раз говорю, что это принципиальная игра. И, конечно, на кону стоит педестал спартакиады. Не больше, не меньше. Да, не больше, не меньше. Алексей Бельс в борьбу отдаёт, перекидывает. И первый пайп. Атака со второй линии у Николая Павлова. Пока комом. Первый блинчик. Но ничего страшного. Только начало партии. Только первое очко. И брейковый мяч. Это в этой игре имеет большого значения. Потому что сняться-то якутсу умеет. А вот защищаться есть проблемы. Вот имран Шамилов, либера команда. Вчера в одном моменте невынужденную ошибку сыграла. Психологически сказалось. Брейк. Там брейк был. Счет равный. И он не принял мяч. Бесокий был. Абутов всё пытается. Свои слова сказать в начале партии. Но пока безрезультатно. Ошибка нападения. Допускает доигровщик Супулов. Нет, это этнамский доигровщик. Просто его не успел разглядеть. Марк Васильев. Айсенжер Годов очень добротная доводка. И Павел, видя, что команда ещё не проснулась. Решил инсекцию на себя. И скидочкой левой рукой. Это мёртвая. Скидка. 2-2. Мы видим уроженца Уфы. Человек приехал мирный. Полюбил волейбол. Тогда Николай Павлов там работал. И вот быстро научился играть. И сейчас играет за сборную на Омского луса. В позиции центрального блокирующего. В общем, быстрый, думающий игрок. Альберт Манаев. Альберт Манаев. Так что наши... Быстро вырастили. Нужный был в этой позиции хороший игрок. Быстрый. И они его воспитали. Многие думают, что это левионер, но этот парень не... Доморощенный, да? В прошедшую школу нашего волейбола. Да, сильное оружие. Города Якутска. Это высокий блок. Видите? Анатолий Татаев и... У нас это был Олег Шушурихин. Ага. Основное защитное действие против атаки Нанская, да? Быстрый блок. Если команда Якутска будет коллективный блок ставить вовремя, тогда игра будет... Александр Пепелицов не стал рисковать. Классно накатил. Он в линии защиты был. 4-4, да? С первых минут... С первой ввода мяча игра абсолютно равна. 5-4. Павел Абутов. Для Якутской связи Павел имеет хороший... Рост. Рост. И думающий игрок. Левой рукой хорошо играет. И вот... Они, эти ребята, Николай Павлов и... Николай Павлов, они с Сабутовым, как говорится, играют уже 8 лет. Со студенческой скамейки. Да, с затылком чувствуют друг друга. Красиво. Вообще. Вот это было, да. Супер. Показывал зону и атаку. Один брат, а второй брат, вообще, чисто с сеткой до пола забил, да, мяч. Это очень высокого уровня волейбол, на самом деле. Показывал не рискует и ваут. Вот это жалко. 6-6. Ну, последние годы вот намцы берут эти матчи с Якутском, да, это может злую шутку сыграть и сегодня. Ну, вот, да. Сильнейшая сторона намской сборной – это атака. Стаканчик, так называемый, полметр. Первым темпом до пола. Ну, пока все начинает получаться у ребят из «Намцев». Приема нету. Ветеран ошибается в приеме и без атаки отдают. Сейчас могут получить. Через блок седьмой номер. Брат. С диагонали, да? Сергей Павлов. Сергей Павлов. Воспитанник Олегкинского волейбола. Вот так кто. И вот эти ребята отличаются очень высокой прыгучестью. И характером. Они с десятого класса начали играть за сборную Олегминского. Попали потом в университет. Симону Сабарайкину. И там прошли очень хорошую школу. К сожалению, перепелиться ошибается. Перепелиться Александр второй раз подряд. Один раз в приеме и в атлаке. Либера должны справляться с любой подачей. Давайте пока у ребят перерыв. Расскажем о всех четвертьфиналистах. Первый четвертьфинал у нас уже состоялся. ОМГа выиграла со счетом 3-0 у Мегина Конголасского района. И сейчас вот второй полуфинал мы наблюдаем. Ну, я могу добавить, что шансы были у Мегина Конголасов первой и второй партии. Да, и молодые ребята могли завязать борьбу. Вели счеты до середины обоих партий. Но маленько не хватило задирости. Характера не хватило чуть-чуть. Психо-эмоциональное состояние было в неподъеме. Доверяет Александр своему тезке Александру. Александр с мясом через блок блок-аут. Касание сетки у Семена. Еще была двойная ошибка. И тут все мячи имеют. Нам 10. Но это первая партия. Есть еще хороший билет. Преумы. Павлову, да, с любых позиций пока свои моменты. Через Никиту еще забил. Аут. Мяч в ауте. Мы проглядели. Джесс судьи. 8-10. Как вы говорили, да, в начале игры, пока проблемы с подачей у Анатолия Татаева, к сожалению. И сейчас увидим подачу в исполнении Сережи Павлова. Сереги не стал рисковать прямой. Ну, наконец-то Александр перепелица свою работу сделал. На 100%. На 100%. Нет, в сетку попал второй раз. Да, в картинке у нас вот тут. Заметрия. Что-то рука не идет сегодня у него. Пока только скидками. Да вот такими ошибочными ударами обходится дело. И еще раз. Да, Саше надо Александру Теркашину менять схему, тактику. Потому что на доигровке. Да, и сразу же замена Андрей Климов. Вместо Александра перепелицы. Андрей может сыграть. Ну, вчера против Чуропчи тоже хороший матч провел Климов Андрей. Был одними из самых результативных на доигровке. Вчеркная ошибка. Приемы уже счет-то выражающий. 14-й мяч с подачей нам берет. 14-8. А Сергей Павлов подачу держит. Третий раз будет подавать. Сегодня он на позиции диагонального. Вау. Перехвалили, да? Как только перехвалишь человек, он ошибается. Но всегда виноваты комментаторы, да? 9-14. 9-14. И Саша Черкашин будет сейчас пытаться что-то придумать с подачей. Вот отличное, отличное направление, траектория. И эйс. Такой нужный эйс приносит 10-е очко команде города Якутска. 10-14. Не хотелось бы такой волейбол дальше. Я хочу, чтобы сыграет ребята сейчас. Здесь вот диагонали Шушухини по блоку. Здесь проста. Климов. И блок. Вот, 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 вот. Только так Якутск может навязать борьбу. 11-14. В этой позиции нападение. Три нападающих высокорослых впереди. И Якутский самый убойный. Да, в этой игровой ситуации они должны набирать. Да, самая удачная расстановка, да, для них пока. Сейчас. Они просчитали еще атаку с пайпом у Николая Павлова. Аут. Ошибка в нападении. Скидка не прошла. Чуть не исполнил, да? Павел надо... Ну, хотел в пятую зону попасть. Перебросил на лень. Сантиметр. Чуть-чуть больше сантиметра. Ошибка в нападении. Вот. 13-14. На равенство будет брейкер мячей. Седьмой раз будет подавать Александр Черкашин. А было 13-7 же, да? Да, 13-7 было. 14-7 было. 13-7. И седьмой раз будет подавать. Был нежден мастер спорта. Тренер команды города Якутска Светлана Муратова. Берет перерыв. И вот видим, что Светлана настаивает диагонально. Да, видит, что проблемы доигровки из втрою в сетке и просит, чтобы диагонально подключались к атаке, да? Да, да. Видать, по темпу они по движению... Блок? Нет. Касание сетки в Блоку, по-моему. Сейчас посмотрим. Нет, тапочки собирают нападающие. Семен. Слепцов у нас на подаче. Ну, Семен очень такой добротный игрок. Он в течение последних годов спокойно, ритмично в свою игру играет, без эмоций. Но он редко допускает больших кляпов, как мы говорим. Высоко стабильная игра, да? Да. Ну, на одном уровне таком. 18-13, да? Или как у нас? 16-13. 16-13. Вот опять скидка. Ну, это простительная ошибка. Просто Олег леворукий. Видите, он левой рукой в основном играет, а правой, то ему труднее играть. Да, и скидка была не то, чтобы ожидаемой, да? Да, был. Решение такое принялось. Это внезапное. 17-14. 14-17. И пусть подают Андрей Клеймов. Он играет в волейбольном клубе в меде в основном. Небрежно Сергей Павлов хотел просто перекинуть. Ну, он понимал, что он будет. Он сперед забежал для короткого паса. Потом пришлось... принять другое решение. И ровно 17-17. Ну, часто вот в течение чемпионата республики город Якутска выдает вот разные матчи. Мортен проиграет даже в средней команде. Вот именно. Но сыграть один матч очень добротно и собрано. А в следующей игре опять пустить замена нашего хваленого центрально блокирующего. Мы надеялись, что он сегодня сыграет. Но его почему-то меняют. Видать, в защите. Здесь какие-то огрехи. На подаче Николай Потапов. 2001 года рождения. Одиночным блоком Павел Лабутов. Очень красиво. Вовремя. Да, он увидел, что идет... Егор Соколов прямолинейно как-то сыграл. Они-то друг друга знают 10 лет. Здесь можно было нападение играть более-менее порционально. Но по-прежнему, как и вчера, очень много ошибок при подаче. Парень молодой, 2001 года рождения. И сейчас Никита Заусаев у нас на подаче со стороны города Якутска. Никита, можно сказать, родился с мячом. У него мать преподаватель физкультуры. Очень большой энтузиазм волейтбола. Тренер волейтбола. Никита Санта по специальности медик. Стоматолог. И вот 20 лет он вот уже в большом республиканском волейтболе. В свое время мы думали, что если он другую профессию выберет, то может сыграть в какой-то команде российской. Но он выбрал профессию врача-стоматолога. И у него постоянно времени не было, да, к тренировкам. И сейчас, кстати, он набрал неплохую форму игровую. Девятнадцать-девятнадцать. Олег переносит блок-аут играл. Переиграл в поле. Не успел перенести руки. Но леворуки диагональные. Они имеют маленькую форму второй зоны. У них линия всегда открыта. Ну, они, если пас какой-то смазанный, они могут по линии. Двадцать-двадцать. Накал борьбы первая партия. Второй четверт финал. Играет один из фаворитов намский улус. Это почти каждый игрок намского улуса сейчас в сборной республики. Иногда его и так говорят, сборная, да. В этой команде. Двадцать-двадцать. Но Павел Абутов-то мог. Очень в хорошем плане. Ну. Не сегодня, не на этот момент. Вау. Тим, мяч. Двадцать-двадцать-двадцать. Рисковал. Пятую зону. По расстановке. Три защитника играли. Якутцы. Принимали. Населенно на либре играл. Ну, это игра. Николая Павлова во всей красе, да. Очень высокий прыжок. И над чистой сеткой. Глоб даже пустился. Да. Глоб перебрал. Двадцать-двадцать-двадцать-двадцать-двадцать-двадцать. И ответ. Ответ от Анатолия Татаева. Брос. Без разбега, да? Анатолия, да? Позволяет ему без разбега доколотить мяч. Дополот. И Егор Сукулов сейчас будет подавать. Двадцать-двадцать-двадцать-два. Проходных матчей у нас быть не может. Все игры очень равные. Аут. Накал, напряжение. Вы слышите звуки болельщиков. Параллельно проходят женские игры четвертьфинальные. Поэтому у нас сегодня в спортзале имени Сахача еще жарче, чем было. По-моему, аут. Три подряд ошибки в нападении допускает Намская Улус. И счет двадцать-четыре-двадцать-два. Критический счет. Первый ситбол. Два ситбола в Польше города Якутска. И Егор держит подачу. Четвертый раз будет подавать. И в это время Егор Джирготов. Ну, тактическая пауза, да? Чтобы самим собраться, успокоиться. Обдумать атаку с приема. И сбить нападающего. Задача подать. Мы расслышали. А задача намцев принять. И постараться вывернуть счет в свою пользу. Сейчас увидим. Намцы могут это сделать. Догнать, выйти с этого положения трудного. Но и Якутска тоже. Муратова надеется на ошибку в нападении. И блок очень хороший. С касанием блока было. Первый судья Аркадий Ефремов. Обратная замена на нападение возвращается центральный блокирующий. Альберт Манаев на поле. И сейчас уже. Но есть преимущество сейчас у Якутска. С приема. Возможность атаковать. И теперь черед Светланы Игоревны. Взять тайм-аут, да? Ключевой момент первой партии. Счет 20. Ну мы паузу. Что послушали вы, дорогие телезрители, любители волейбола, да? Сейчас пошли ходы такие, которые в волейболе хитрости маленькие, которые пользуются всегда и тренера, и игроки. Взбивают подающего. Здесь, ну, есть время выставить правильную защиту. То есть, такой ход, который готов. Комбинация уже будет доиграна. Как уже придумано. Нет доводки. Ливера ошибается. И здесь скидка была. Климов скидывает в котел. Но нам все без атаки. Шанс для Якутска. И... Первая партия в пользу команды столицы республики. 1-0. И нам, зрителям, ценителям игры становится все интереснее, да? Потому что мы надеемся, как всегда, на 5 партий. Хотя это не самый желательный исход для самих спортсменов. Пока 1-0 Якутск впереди. Первый полуфиналист среди мужчин уже определен. И это команда Амгинского района. Амгинцы уже в полуфинале. Сейчас играет у нас Якутск-Намцы. После этой игры мы покажем обязательно встречу. Чуропчинский. Чуропча играет с Олегмой, по-моему, да? Да, с Олегминском. Чуропчинский с Олегминским. И четвертый... Четвертьфинал у Салдан-Ленск. Везде дерби. Ну, еще раз убеждаемся, что волейбол – высокоинтеллектуальная игра. Здесь каждый нюанс. Расположение шести игроков играет большую роль. И опытные тренеры сразу замечают огрехи в защите. И по сказке идут. Обычно Юрий Шуст, мастер спорта, даже своим подающим всегда указывает, на кого подавать, какую зону. Арбатский, встань! Алексей Арбатский будет, по всей видимости, в основе. Алексей-то Памплуа, центральный быстрый игрок. Но он не может, может даже доигровки вместо Климова планируется, скорее всего, да? Наверное, да. Ну, основные, вот Никита Заусаев, своим блоком-то Николая Павлова озадачил. Сейчас пока только эпизодически видим комбинации связки Абутов-Павлов, да? Сейчас дальше... Ну, два мяча Коля-то без проблем на чисто сетку Павел вывел. Но этого оказалось недостаточно. Первую партию они проиграли. И сейчас более рисковую игру мы, наверное, вправе ожидать от ребят. Я думаю, что Паша, Павел Абутов сейчас, скорее всего, тема передачи мяча шкурит. Быстрее мячи полетят. Да, потому что его нападающие могут. Могут, они. Могут над сеткой быстро сыграть. Просто блок чуть-чуть определить. По месту блок у Якутска выходит правильно. Ну, многолетнее чувство. Оставляет полметра линию, чтобы, если что, скидка в аут ушел, да? И ход закрывает наглухо. Никита ход закрывает. И за счет этого... Как переиграть? Чтобы они чуть опоздали. Надо со второй линии, наверное, подключать. Пайв. Да. Без блока было. Ну, диагонального Сергея Павлова тоже дать поработать. А Якутску мне надо все-таки обратить очень в защитных действиях. Либеру, да? Настроить его, чтобы он выдал максимум. Просто, если первая непозитивная передача, Александру Черкашину очень трудно будет поднять. И Анатолия, и Никиту, и... Мы пока не видим, кстати. Комбинировать будет просто невозможно. Придется просто доиграть четвертый завод, выйти опять лоб. Но Черкашин пока воздерживается от коротких передач. Все. С четвертой зоны, со второй зоны играет. Позитивного приема нет. Отведенные мячи далеко от сетки. Скидочка. Ну, тоже. Ну, выиграл. Вязкую игру навязал Никита двое, как... Ну, у нас Альберт Манаев проиграл второй этаж. Да, второй этаж здесь сильнее оказался. 1-1. Ну, вот расстановка сильнейшая Якутска. Сейчас съем должен быть очень... Животов тоже не доводит. Атака. Брейковая атака. Без атаки почему-то... Блок. Единочный блок Олега. Вот это тоже работа диагонального. Долгий розыгрыш. Молодец! Мяч в игре, но попадает. Да, да, да. Имран. Каким-то чудом. Шамилов. Нужный момент. Сейчас посмотрим на повторе. Как вытаскивали. Вот он. В падении. Одну ошибку свою-то он. Ляп свой отыграл. Долг вернул, да? Можно так сказать. 2-1. Второй мяч. Ну, случайностей здесь было много, чем позитива. Но все равно мяч выиграл. Ошибается Александр. Но это все эмоции. Укоротил. Очень укоротил. От предыдущего розыгрыша еще не отошли. 2-2. Пока, конечно, ничего не ясно. Альберт Манаев у нас на подаче. Очень просто здесь доводка будет. И сразу же подключается Никита. Никита свои мячи забьет. Это 100%. Ну, мы редко видим Никиту Завусаева в таком эмоциональном состоянии, как сейчас. Он очень на подъеме. У него все получается. Альберт Манаев. 3-3. Но это... Неправильно выбрал позицию. Такие уровни игроки не должны такие мячи пропускать, да? Да, правильно. Правильно сказали. Но с другой стороны тут защита намцев тоже. Вот диагональ. Одиночный блок на этот раз переиграл Егор Шукулов. Тоже воспитанник Олеговского. Тоже так воспитывался. Вот они одногодки. Еще у них есть игрок Олег Менгера и Центральный. Василий Горбунов. Горбунов, да. Вчера тоже за Олегму. Очень хорошо играли ребята. Вот золотая молодежь Олегминского валюта была. В свое время республику в детском возрасте брали. Никита пытался ногами, пяткой перекинулся. Нет, Олег Шурихин. Да. Ну да, высокие ребята сложились. И да, сама Твежина такая. И редко видишь ее на полу, да? Ну и мы все видим настрой, да? Желание выиграть, выйти в полуфинал. Продолжить борьбу за медали. Я думаю, сейчас этот Якутск получит предупреждение. Лишь желтую карточку. Апелляции к арбитрой. Постоянно почему-то. Вчера Либера Якутска получил красную карточку. Во время игры с Чуропчой. Такая ошибается. Не попал по мячу просто. Вот за счет разговоров. Все вот энергия ушла на разговоры. Сами себе яму, да? Роют. Посмотрим. Вот это хорошая атака. Олег Шурихин. Да, ему 29-30 год уже. Опыта набрался, веса набрался. Работник аэропорта. Классический диагональный. Не стану повторять, наверное. Но это один из пузырей. Но и думающий игрок. Просто как мяч не отдаст. 5-5. По ширине не попадает на площадку. Оставляет 50 сантиметров. И вынужденный вот. Мячевая попадает. Ну, зато здесь добротно, да, Сергей Павлов приложился. По линии перевел. И мертвый. Такие мячи не берутся. Не поднимаются в защиту. 6-6. Опять у нас вязкий счет. Очень равное начало. Второй партии. Посмотри. Толя Татаев. Да. Закрыл хорошо мяч. Хорошо в темп попал. Но все очень быстро. И блок не успел. Седьмой мяч в атаке. Якут забирает. Егор Шукулов. Мы помним первую партию его подачи. Якутсовый отрывчик создал. И аут. Касания не было. По блоку попытался там сыграть. Николай Павлов. Да, здесь точно видно, что. Климат опоздал с блоками. Ошибка в нападении. 8-6. Мяч поднят. В руки Либера попадает. Почему не рискует Климов? Мяч летел очень долго. Можно было принять решение. Переход. Эмоции. Это, да? Потерял площадку Анатолий Татаев. Командная ошибка считается, это болит более неигровой ситуации, когда мяч отдается сопернику. Отыгрались от блока. Климову надо забить. Вот правильное решение. Надо рисковать. Наконец-то забил между блоком и сеткой. Да, и игровщикам города Якутска надо... Рисковать, да, побольше? Да, бить надо, потому что... Скидками тут не выиграешь просто. Да, да. Ну, при Рикит такой мяч силой. Что пожалеешь о ранее принятых решениях. И скидка очередная от Абутова не проходит. Зато за Усаев его наказывает. Да, Павел принял, ну, не один ошибочный. Решил, он в других командах, он высокий связующий. Он другими-то центральными разбирается, а с Никитой-то сложно. Но он сразу же сейчас... Аут. И далеко аут мяч улетел. Почти метр слышно. Что-то сегодня Николай не в ударе, да? Или блок правильный? Ну, возможно, и то, и другое. Но Николай обязательно соберется по ходу игры. Ну, Коля такой игрок, который... Третий, четвертый. Ну, у него физическая, функциональная подготовка очень хорошая. И очень такой... Выдерживает. Нервная система у нее крепкая. Видите, вот по картинке видно, что человек уверен в своих силах. Ну, и в сложных ситуациях связка постоянно играет именно через него, да? А Светлана Мурата предпочитает одиночными наставления давать. Он что-то недовольный игрой. Пока Олега второй раз в перерыве пользуется этим моментом. Ну, Александр Черкашин может, звездный, ну, собраться и, ну, организовать такие атаки, что ты... Мало не покажется, да? Ну, вот. Никита, играй Никиту. Это вот, мы уже ожидали, уже в начале партии говорили, что если в середине сетки будет закрыта, намцы... Проблема. Но еще есть такой момент. Последние два года сборная намцев, ну, большие турниры всегда выигрывала. Так скажем, в одни ворота, да? Даже Ленск, вот, город Якутск, Чуровча сопротивление давали, ну, Чуровча особенный. Просто у Чуровча вязкая очень хорошая, ну, такая игра. А вот силовыми играми, высокорослыми намцы разбирались капитально. Я думаю, может быть, есть какой-то недострой. Ну, настрой такой какой-то вальяжный. Видно было по разминке. Итого, вот, первая партия отдана, и... Вторая под угрозой. Ну, пока. Да. Ну, четыре очка против Якутска. Хотя, не знаю, они отыгрывали и могут отыграть. Конечно, здесь отыгрывается мяч. Но Клемиум разыгрался, да? Второй мяч. Ну, ему была задача и бить. И он это... Ну, когда сдаются свободно, действуют свободно, и получается. 13-8. Ну, вы же говорили, Якутский иногда может сыграть просто как боги. Не знаю, временами им это удается. Правильно. И как раз это тот момент, да? Сейчас мы видим за Усаев абсолютно пока... Нет, еще рано варить Кашину. Я думаю, что намцы обязательно в третью партию скорее возьмут, и решающий четвертый будет. Но еще здесь не все сказано. Да, в этой партии тоже ничего не ясно пока. Да, в волейболе, вот, командная психология, если игра не пошла, то жды, беды... Айсенжер Готов. Один из лучших связок в свое время, да? Сейчас играет Либера, но... Не позитивный прием, смазал прием, и такой 15-8. А теперь намцы начинают апеллировать. Судейству. Да, ну, да, кандикап очень хороший, 7 мячей. Если каждый съем брать будет якут, да, такие вот, тогда до 25. Могут сколько? 22 получится, да, в манцах? Да. Если без Берейка будет играть. Только на съеме не выиграешь, надо Берейковой мехи тоже. Здесь уже, да, без Берейка не обойтись уже. Блок! О-о-о! Здесь Олег Шушурихин надеялся на постраховочку с Сашей, но... И получает претензии от капитана. 9-15. И, да, это эмоциональный какой-то яма попадает сборная команда Намского Луса. Но все от них ожидают только лучшие игры. Может, это, конечно, тоже давит. Эпизодами нам этого не хватит никак. Здесь надо концентрацию постоянно держать. Но Якус тоже может сломиться эмоционально. Просто такой кандикап, и 2-3 мяча отдадут. И начнут эту невынужденную ошибку совершать. Вот. Хорошая подача со стороны намцев. И вот видно по картинке, что не успевает в защиту возвратиться некоторые игроки. Но намцы опять не забили. Игорь Шоколов на доигровке очень высокий мяч. И на силу. На ось. Видел двойной блок. И по блоку. Игорь молодец. Вчера тоже очень неплохую игру показывал. Заметно прибавил в мастерстве. С какой сложной подачи Павел Лобутов за счет умения видеть игру, площадку. Пас дал, да? Добротный пас. И Сергей, да. Походу. Второй метр сыграл. Полтора метра от сетки было. Игорь здесь не успеет. Николай Павлов. Он может силовые. Но площадка пока не позволяет. Разбега нет. И планер полетел здесь. Хитро. Хитро. На паузе левой рукой. Вот это. Классика. Левша, да? Да, левша. Видел, не стал рисковать. Он просто играл на мяч. Очень классный розыгрыш. Умный. Без особых затрат энергетических, да? 18-й мяч Олега. И он же подает. Да, я же хочу, чтобы нам быстрее. Быстрее. Тут яма этой эмоциональной. И получает за счет разговора предупреждение. Красная карточка по правилам это очко, да? Мяч засчитывается. Еще удаление есть у нас по правилам. Когда игрока могут отдаленно со специальной зоги. А тренера могут вообще с площадки попросить их идти. 18-11. Но в любой ситуации опытные игроки должны собраться. Вот так. Как Семен? Семен хорошее решение проблемы, да? Молча, без эмоций. Вот он. Без разговора свое дело делает. Вот именно. Сейчас должен, ребят, успокоить этот уверенный удар. И на подаче Марк Васильев. Ответственный момент. Чтобы возвратиться в игру. Нам сам надо как мимо два брейка. Ну, отведенный мяч. Мяч летит долго. И, конечно, центральный здесь поймает. Олегу надо было по-другому сыграть. Тем более, пас давал Никита. Высокий игрок. Это редко в игре случается. Хотя, в центральной всегда... Ну, при страховке связки они обязаны с ним пасовать. Нет, докручивает мяч на площадку. Ошибка в нападении, да? Доигровщик намской команды. И по длине не попадает мяч на поле. Тоже невынужденная ошибка. 19-13. Тем временем, Егор Сукулов у нас на подаче. Все стоит на подаче. Значит, брейка нет. Вот защита сыграла опять. Вот такой момент. Если Якус будет поднимать такие мячи... Но Семен Слепцов в этот раз справляется с доигровкой. И очко в пользу, наконец-то, в пользу Намского района. Сергей Павлов на подаче. Ну, Сергею надо здесь усложнить. Надо в подаче рисковать. Он просто подает. Вот так. Отскок хороший. Надо атаковать сейчас. Но не получается. Здесь Александр успевает отойти, но без атаки. Свиска не последовало. В тапочке блок пробит. Два брейка отыграны. Нам потихоньку возвращаются. Еще один брейк необходим. Это когда с подачи... Со своей подачи сохраняют очко. Да. А с Якуску надо сняться. С подачи Сергея Павлова. Хорошей доводкой, хорошей атакой. Вот надеялись на Анатолия Татаева, но он по блоку пробил, да? Да, Коля превозбудился. Да, Коля превозбудился. А Светлана, как мы говорили, да? Задача довести с ним. И провести добротную атаку. Вот сейчас на первой линии Семен Слепцов. И Николай Павлов говорит. Сделай Семен. Семен сделает. Сейчас блок надо поставить им грамотно. Абутов на первой линии. Доводки нет у нас. Александр сыграл, но здесь повтор дай играть. Ну да, опытный Александр Перепелицы доверили. Он как... Не подвел. Не подвел. Видите, вот движение опытного игрока. Он подготовился. Видит, что хороший прием. И он отходит. И уже 20-й мяч нападений переносит. 20-15. Мы помним, да? У него были проблемы в первой партии. И сейчас он справляется. Молодец. Климова меняли, да? Да, на Климова. Обратная замена произошла. Здесь легко почему-то отдаётся. И Олева. Накат простой. Просто слишком Саша далеко. Здесь блок. И Никита, да? Король верховых переходящих мячей, сеточных. Первый раз. Второй раз. Он очень хорошо считает передвижение мяча. 21-й мяч Анатолий. А его задача просто подать. Не просто, оказалось. Скидка здесь есть. Пока у намцев доигровки нет. Да вообще ударов нет, да? Как-то... Нет, выиграли мяч. Вот, наконец-то. Ну, выиграли мяч. Молодцы. В защите до конца. Вот с пола поднял, да? Ассенжер Готов. Вот этот момент может, ребят... Завести. Разбудить. Да, завести по-хорошему. И при том, если у Семёра-то хорошая подача. Мастер спорта. По волейболу сидя. Есть доводка. Здесь блок смещен. А Коля-то... Стык попадает. Не рискнул тоже. Чисто хотелось... И вот. Переиграл блок за Усаева. Ну, быстрый мяч был. 17-21. Второй раз подает. На этот раз сложно. Четыре мяча всего осталось. Да, Игорь Псекулов как-то в верховом мячах. Ну, и вот намцы. Намцы, наконец, начинают... Концовочка. Да, свою игру ловить пытаются. Да, вот три брейковых мяча взяли и счет уже прилично хороший для них. А для Якутска, да? Вполне рабочий счет для намцев. Да, да. Нет, это вообще без проблем. Один брейк и все. И видите, опытные игроки как. Вот они не стали суетиться, да? Просто попросили Семена один раз сделать. Я думаю, что второй брейк при счете 16-21 от защиты поднял же Айсен Жиркотов Либера с пола до пыльной части ладони. И это помогло. И они... Якутска в этот момент уже праздновал видать мяч, а тут-то не было. Поэтому очень важно всегда доигрывать до конца, да? Все моменты, выкладываться. Если некого нету, доверяй Никите Завшаеву. Вот по блоку сильно. Заранее уже блок был переигран, просто он не успел подняться. Ай-яй-яй! С настроением подает Александр Черкашин. И сейчас посмотрим, какова психология победителя у Якутска. Блок-аут. Когда тебе в затылок дышит команда Намского района, всегда некомфортно. За спиной горит, но Якутск должен выдержать. А выдержит ли? Сейчас посмотрим. Дуэль продолжается. Коля специально, наверное, играет через ход. И два раза подряд выиграл, никак не успел. Просто, может, усталось еще, набирает. Большому игроку много энергии надо. Но он-то постоянно в игре. Блок отходит, блок отходит. Атакует. И частота сердцебиения может быть. Ай-яй-яй! Касание, да? Мяч отдаётся нам. Играется забегание за голову. Метр. 20-22. Нужный момент. Николай Потапов молодец. Хладнокровный для молодого игрока. Играется мяч. Вот. Абутов оставляет без атаки. И сейчас ходом намцев. Николай Павлов. Кури закрывает. А вам? Как вам такой вариант? Сейчас меняется местами Павлов Абутов. И нападает в диагонали Павел Абутов. Приносит такое нужное. 21-ое очко. И уже растаяло преимущество. Все свои брейки намцы взяли. Ну, главное вот психология, командная психология здесь не стали сразу силовыми атаками добиваться. Спокойно доигрывали, доигрывали. И в конец Коля подошел на доигровку в свою зону. И мячи стал получать. И счет. Ну, здесь перепелица Хладнокровен. Сам же будет подавать. 23-21. В принципе, комфортный счет для Якутска. Просто. Ну, вряд ли нам с этим согласны. Два мяча отыгрываются спокойно. Да, можно было бы так говорить. Если бы играла тут ненамцы, да? Ну, счет угрожает. Два ноль будет. Да, надо три подряд выиграть. Если как они сборная России в Лондоне сыграют, получится, да? Татаева в диагональ или Никиту в диагональ. Вчера Никиту, кстати, пробовали. Да. Со второй зоны в атаке был. Но в первой партии против Чуропчи не получилось. Его обратно на центрального переставили. Ну, вчера они, говорят, играли без тренера, да? Да, поэтому как смогли. Со стороны ледния сегодня. Очень хороший, позитивный прием. И Коля, ну, попадает по блоку. Защита. Если Якутска поднимает. Страховать. Играется мяч. Вот, смотри. Никита, какой пас за голову. Высокий игрок, да? И высота, и длина, и размер мяча был по месту. И Егора оставалось только, походу. Вот тут. Ну, чуть сильнее бы он добил бы. Ну, сетбол. Асен Джирготов попытался. Цеплял, но пока сетбол у Якутска. И атака. Корну тоже цепляет блок. Высокий блок. Ай-яй-яй, как так? На ровном месте буквально. Свисток прозвучал. До этого же свисток был. А что случилось? Касание сетки? Ну, разберемся потихоньку. Сетбол. Сетбол два. Сетбола польза. Якутска. Абутов подает. Тяжело. Ровно такой счет был в первой партии. Блок Сабулятович сохраняет. Но здесь доиграть надо. Олег не забивает. Ребята, до конца все бросаются в защиту. Пошла игра. В нужный момент разыграли все. Скидка. Намсу. Ну, здесь, да, капитально. Один блок не помеха. Зал болеет на Намсу почему-то, да? Или за хорошего либов? Ну, наверное, за пять партий весь зал болеет. Но, да, для Коли отгеночной блок не преграды. Он три раза подряд атаковал. И с каждым разом все сильнее удары. Очередная ляп от Имрана. Но мяч сохранен. Либера команда не справляется. И получает. Ровно. Два сетбола отыграны. Вот пошли эмоции. Сейчас надо выдержать Якутску. И не расслабиться нам, намским волейболистам. Потому что... Перерыва нету, да, у нас? Было, да. Два перерыва уже было. Все использовали сейчас. Тайбрек пошел. Третий. Аут. Вот это... Павел отдает. Везет сильнейшим. Сетбол подает Никита. Вот Никита на задней линии. Сейчас. Он не ошибется. Но на Либера подает. Сыпляется мяч. Доигровка Брейковая. Одна на партию. Здесь почему-то не доиграли. Олегу доверяют. Олег по блоку. Все хорошо. Играется мяч. Долгий розыгрыш. Никто не может до пола. И Сергей... И Николай Павлов. Конечно, Николай Павлов. Не стали перестановочки делать. И остался Николай в диагонали. И... Одно... Ну, вот это тоже, кстати, неожиданный ход, да? Его же на доигровке ждали. Он диагонали осталось 25-25. И подача будет коварная. Перепелица очень хорошо отработал на защите. Но вот команда не смогла добить до пола. Важный мяч. Очень важный. Не решились на атаку почему-то. Если четвертьфинал может судьба сейчас в этот момент решится. Молодец. Олег рискнул. Хотя мяч на взгляд с картинкой... Ну, мы с монитора комментируем. Чуть-чуть не дошел, да? Ну, Саша... Вот, да. Низковат был, но он умудрился закрутить. Успел. Успел, ага. Сейтбол. А, вот хитро. Как раз... Мастер спорта России, да? Да. Нужный момент. Надо вот так играть. Очень грамотный, обманный удар. Своих друзей же. Вот мне пять лет играли в одной сергалярском клубе, да? Вот и Шакулов и Черкашин. Заусаев к ним еще иногда приходил. Да, приходил. И вот он-то знал, что двойной блок. Ова! Ность! А что? Аут! Поймали Татаева. Успокаивает. И сейчас сейтбол... О, да, сейтбол уже у намской команды. 27-26. А можем мы дойти до 30 очков? Бывало, бывало. Ну, рекорд-то вообще за 100, но играется. Ну, долго играется. Надеюсь, у нас рекорда не будет сегодня. Намский сразу реализовывает свой первый сейтбол. И со счетом 28-26 сравнивают счет по партиям. 1-1. Второй четвертьфинал среди мужчин. Седьмые спортивные игры народов Якутии. Многофункциональный спортивный зал в селе Амга. Принимает сегодня третий день волейбола. Стадия четвертьфинала. Играют мужчины и женщины. Сейчас у нас первый полуфиналист уже определился. Команда Амгинского района. Выиграли у Мегина Конголасов. И сейчас второй полуфинал, который мы показываем. Якутии против Намского района. Женские четвертьфиналы тоже параллельно играются. Первыми полуфиналистками стали команда города Якутии. Капитан и тренер Светлана Муратова. Сейчас главный тренер у команды мужчин. Команда Оленевского района проиграла команде Якутии. И будет оспаривать седьмого по девятое места. Второй полуфинал играют у женщин Чуропча и Олегминский район. А у нас пока очень горячая игра. Все, чем славится волейбол, мы смотрим. Во второй партии, мне кажется, ключевой момент был счет, когда был 13-8 в пользу города Якутска. Когда мы говорили, что надо 5-6 брейков. Динамично каждой подачи намцы стали догонять, свои подачи брать. И здесь вот уверенность в силах позволила динамской команде приблизиться. В конце партии два мяча всего было трех. И в концовочке намного увереннее сыграли. И да, мы отмечили, что маленькие изменения в доигровке внесли. Перемещение игроков было изменено. И отменно сыграл тренер и капитан. Ну, тренер и Либерокоманда ИСМ. Взрыв года он два таких мертвых мяча поднял. Один раз Якутска встал. Подумали, уже праздновать пошли. И вот третий раз, второй раз, когда уходящий мяч от блока. Два игрока кинулись на этот мяч, но успел ИСМ. И выиграл с приема мяча. Ну, и Либерок города Якутска. Имран Шамилов один мяч тоже мертвый взял. Но он допустил два таких промока. Верховые, высокие мячи. По пальцам сыграли, да? Музыкантом оказался. Вообще, очень по-чемпионски, по-чемпионски себя вела команда Намского района. Очень хладнокровно отыграть шесть мячей. У такой сильной команды города Якутска. Такой разогнавшийся. Защита города Якутска сейчас в высоте. Семен не может добить до полу-мега-игровки. Третий раз получает. И мяч отбойцы Якутска. В верхний троисник попадает. Пас был, да? Уходящий мяч был. Первая же мяч и такой три розыгрыша. Три доигровки было с обоих сторон. И только за счет ошибки передачи. 1-1. Вот это все свидетельство настроя ребят. Как сильно они хотят пройти, пробиться в полуфинал, да? И первый полуфиналист Амга. Ребята там уже определились. И сейчас второго полуфиналиста мы ждем, не дождемся. Никита, да? Заусаев Никита сегодня, конечно, посмотрим, сможет ли он поддержать свой такой высокий уровень. Насколько у него хороша физ подготовка. А пока Александр перепелится на подаче. Застревает мяч от удара Николая Павлова. Очень сильный удар. Блот застревает по затылкам, по голове и уходит в аут. У Николая рост 175 сантиметров. Он придает метр тридцать от пола. Всего, да? 175. А у... А высота к съемным мяча... Не уступает двухметровым игрокам. Ну, есть определенные моменты. Да, Николая, ну, дальневосточники, команда мастеров. Хотя некоторые команды, видать, в своих рядах такого быстрого прыгучего. И в защите хорошо тащит. Да, у него прием позитивный очень с подачи силовых. Три-три. Павел Абутов. Ну, он очень умный игрок, он сейчас, наверное. Одиночный блок, Марк Васильев. Анатолий Татаева натыкается на блок. В одного закрывают. Ну, тут немножко прямолинейно, да, была выстроена атака. Один в один поймали намские волейболисты. Счет у нас 4-3. Пока минимальное преимущество у намцев. Отыгрался от блока Олег. Опять не забывает Анатолий. Опять накатит. Ну, здесь все нормально. Четвертая попытка доиграть мяч до пола. И ответ намцев. Есть игра. Ну... Николай... А, Сергей Павлов. Это тоже игровая ситуация такова, что одиночный блок смягчил, да? Да, но траектория полета была от мяча высокая. Ну, сель слишком большой силы удар, поэтому отскок такой высокий. А теперь в антенну попадает. Надломилась маленькая команда города Якутска, но ребята опытные. Теперь им надо... Показывать, да? Свой характер. Собраться. Сегодня подача у Абутова немножко не... Да, не летит. Ну, рискует. Он постоянно рискует. Он два мяча взял, и вот третий мяч он не держит. Олег Шишуихов. Тем командам, которые дойдут до финала, наконец, будет возможность подавать свои силовые, разгоняться. Когда... Да, там одна площадка будет. Не будет. До финала будем играть в двух площадках. Я говорю тем, кто дошел до финала. Финал будет тоже в таком виде. А, да? В этой площадке. Ну, вчера говорили вроде. Просто не успевает, говорят. Не говорят. Ну, седейская бригада по просьбе, наверное, что-то решит на эту тему. Есть претензии тренеров, что подавать сложно. Разбегая площадки, длины площадки не хватает. Но это задача организаторов. Что будет через три... Два в воскресенье мы увидим. Получается 5-7. Седьмой мяч в атаке. Накатом Олег заработал. Диагональный города Якуска Олег. Пятый мяч. Они догоняющие. Догоняющие. Предыдущий момент хотел вот... Акцентировать, да? Когда Сергей Павлов атаковал. Он нацелено атака шла через Александра Черкашина. По высоте. И два раза этот... Такой момент прошел. И Егор сейчас ошибается. 8-5. И они нащупали именно вот низкий блок. Ну да. Радует, что ребята уже думают много, да? Да, да, да. И очень грамотно. А в первой партии они натыкали же. Играли через двойной блок высоких ребят. Капитально. Перепелиться. Александр Перепелиться. И Его звездные годы уже давным-давно позади. Но в нужный момент оставил метр, да? И получай. Вот здесь надо плотненько играть. А может Его звездные годы только наступают? Вряд. Ну, я помню Александра лет 10-8. 5 лет назад. Ну, другой был человек. Он погрузнел, потяжелел. Ну, зато сейчас может... А, блок, да? В обереме. Два раза. И вот тебе опыт. Просчитал игру. Вот. Увидел, что будет за голову передач. Остался на месте, да? Да. Ну, теперь счет 9-7. Более-менее комфортно чувствует намский. Игроки намского района. Илуса Сергей Павлов. И вот населенный играет на Либера. Вот Либера два раза позитивный. Третий раз ошибка. 10-7, да? Здесь надо в защитные ряды... Четыре поставить игрока на приемную. Можно заменить обратно. Да, обратно. Либера. Его разбирается, но Никита... Скидка не проходит. Еще раз доигровка, высокий мяч. И Александр скидоч. Опа! Ну, три мяча. Между игроками. Молодец, Александр. Это опыт. Да, он спокойно разбирается, без суеты. Не стал через высокий блок Павла Абутова бить. Дождался, пока он убежит в сторону. Да. Ну, и здесь трос. Девять. Девятый мяч Якутс. Догоняют. Ну, здесь явная ошибка. Командная ошибка. Залезает в сетку. Это карается переходом мяча. И сильнейшая расстановка Якутска. Тут же намские ребята. Снимается. Снимается. С подачи. Одиннадцать. Вот академично так играется. Обычно, если блок не закрывает, на доигровке надо забить обязательно. Снимаем Слепцов. Невозмутим, как всегда. Опять на ливера. О, наконец-то. Классика жанра, да? Ну, вот он весь корпус развернул. Он от тебя, да? Смотрите его. Да, вот направил мяч прямо в первую зону. Поэтому гвоздь забил. Ну, и доводка была хорошая от Либера. Это техника. Это навык такой, что с корпусом разворачивать. Не только кистью. Ну, это импульс. И плечевой, да? Да. Состав в силу вкладывает тоже. Весит 11, но 12-й мяч сейчас. Павел Абутов. Давненько не было. Павел Абутов. Павел Абутов. Павел Абутов. Павел Абутов. – Но он тоже умело выбираем. До приземления мяча, да? До пола. После приземления мяча можно. Можно коснуться. В третьей парте первый раз Яхус выходит на один мяч вперед. И блок. Климов. Ну, здесь хороший блок. Зрячий опаздывает блок. Мастерская пауза от Николая Павлова. Блок очень высокий. И вот по рукам. Ну, тут. 12-90. Тут ничего не сделаешь. Время-то уже давным-давно мяч в поле. Никита очередной мяч выигрывает. Сеточный. 13 должно быть. Вот. Король второго этажа, да, сегодня? Никита Заусаев. Пыл маленький поугас. Видать, все-таки заступ. Играется мяч. Блок. Все время блок Якутска сегодня отменный, да? Все время сыпляет. Пустую зону увидел Павел Абутов. И тут же скидка быстрая. Углом назад. И все защитники вперед полезли. Александр Перепелевцев нечего было делать. Просто он при большой желании. И по рукам. Абутов подает, это сложно. Но он 2-2 мячом от поля. Планер коварен тем, что он обрывается. Путь и приземляется, да? Да. Ну, сейчас Якутс с этим не очень согласен. Нет, полюбим. Сейчас красная карточка получит. Как бы тренеру не вручили, не влепили карточку. По правилам находиться по стене, ну, тренеру дорожную. Запрещены в площадке. Вторая подача. Олег решает проблему эту, да? На метре играет. Быстрый мяч. Хотя и успел блок вроде как. Но по темпу не попали. Наравен свой Якутск. Олег Шушурехин. Ну, он... Ну, я... Вдующий игрок сегодня не показывает, но свою работу делает. Нужные мячи забивает. Ну, иногда коряво, но забивает. Ну, два раза он классные скидки сделал. Вот, поднял защитиясь. Да, полезный игрок, в общем. Переход второй линии. Заступ. 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 Диагональные игроки обязаны атаковать с глубины площадки. Но не заступать. Да, Татаев. Попадает в ту же ловушку. Одной рукой закрывает. Одной рукой Марк. Марк Васильев закрывает. Толе надо киски работать. Николай Павлов. Но здесь он разозлился, да? Отквитался за предыдущий розыгрыш. Да, перевел. Хорошо по линии перевел. Сергея Павлова на блоке обыграл. Андрей Климов. 15-17. Два очка. Мы убедились, что это не проблема. И для тех, и для других. Асинь. Два очка. Не до игроков. Вот. Татаев опоздал. И сверху блоку. Три мяча. Впереди нам слилась. Ну, ожидание, что тяжело будет городу Якутске, это с утра было известно. Как определились. Ну, со вчерашнего дня, да? Вчера вот в эфире прозвучало, что это на самом-то деле игра, чтобы обойти, не попасть с Намсом, да? Да. Вчера в Якутске. Они одну игру только, вторая игра у них в городе Якутска. Но начали очень хорошо. Первая партия и вторая партия были. Ну, что-то в третьей партии, как мы говорили, да, психоэмоциональный настрой команды изменилась. Ну, те, кто... Огонек пропал. Потому что нам все догнали с такого, с далекого счета, и у них куражи, кураж прибавился. Вторая партия давным-давно очко отдано по партии. Надо забыть и играть новую жизнь. Только по... А Семен... Отведенные высокие мячи Семену, да, это его хлеб. По ходу, да? По диагонали. Да, хорошо кистью выложился. Даже Никита Завушаев не может с ним справиться пока. Вот не закрывает до конца. Открывает. Есть место, где мяч его пройти. И при счете 16-20 перерыв берет... Вынужденный, да. Цветлане Муратовой надо сейчас не только подсказать, но и... Завести своих ребят. Пока как-то без настроения играют. Мы помним вторую партию. Ну, она всех хорошо знает. Уже десятки лет с ними вместе. Да, вот Никиту... На Никите, наверное, если накричаешь, он может по-другому реагировать. И поэтому, да, вот спокойно так. Ну, команда Нана надежно играет через Никиту. Четыре мяча это... Да. Реально пока. Пока. Но свыше пяти уже не знаю. Сергей Павлов. Сегодня тоже есть моменты хорошие. Хорошие есть и такие смазанные. Аут. Это шанс для Якутска. 17-20. Ну, аккуратненько перепелиться через блок в аут. Да. Это игровая ситуация. В пользу Александра. Ну, перекинул маленько. Черкашин, связка города Якутска. Ну, и низковат был. Блок стоял. Что-то делать. Ну, да. Воспользовался, как говорится, блок аут играть. Очень красивая скидка. А здесь, да, здесь по расстановке может оказаться, что Павел-то в задней линии не имеет права выше скидовать. А он же сейчас спиридистый. Спиридистый, да? Ошибка есть касание сетки. Значит, коснулся сетки. Первым темпом зонная атака. И без блока Никита опоздал. И 21-18. Ну, и намцы молодцы. Шлепцов. Павлов. Два Павлова. Два Бутов. Да и центральные свои мячи дорабатывают же, да? Ну, да. И Либера играет хорошо. Ну, вот Альберт Манаев разве что мало атакует. Но в нужные моменты короткие подключают. Ну, имея таких доигровщиков, как семья. Да, там. Слепцов и Николай Павлов. Работы остается мало, да? Для центральных. Их задача блок в основном. Я хочу сказать, что вторую партию нам все выиграли за счет состава. Подбора игроков. За счет Либера, за счет подбора игроков. Все вот балансированный состав. Высокий сию мяча у Николая доигровщиков. Диагональный Сергей Павлов тоже может. Ну, по темпу он с Павлом. Связка Павлов. Сергей. Потому что два Павлова. И Абутов с обоим Павловыми как-то уже чувствует, да? Да, у них уже многолетняя привычка даже. Николай. Касанец сетки. Да, на защиту выпускается. Максим Станицкий. Вместо Александра Переперидца. В обоих командах. Нет, наоборот. А, наоборот Переперидца, да, вернулся? Обратный замен. На подачу вместо Манаева выходит игрок номер 8. Николай Потапов. 2001 года рождения. Вот Айсен не боится подключать своих молодых парней. Эйс. И мы видим, что это было правильное решение. Домашняя заготовка. Явно это. Да. Парни готовили на подачу такую. Два часа тренировали подачу, наверное, ради таких вот моментов полезных. 23-19. Вот по голове погладили. Колю Потапова. Я перевяжу слова Эсена Жиргота. Он сказал, что наше место в полуфинале. Тогда только мы будем себя чувствовать хорошо. Остальное пусть другим достанется. Это он сейчас, так сказал? Во время перерыва? Ну, посмотрим сейчас. Да, сложная подача подает. Дай волю Николая Павлова, да, получишь гвозь. Чуть-чуть подними над сеткой мяч. Ну да, он уже разогнался в первой партии. Блок с ним справлялся. А сейчас уже не успевают ребята из Якутска. И фейтбол. Пять фейтболов у команды Намского района. Игры у нас есть пяти партий. Поэтому сейчас либо Намскому району нужно выиграть одну партию, чтобы довести до победы этот матч. Либо городу Якутску сравнить счет по партиям. Да, последние вот 3-4 года город Якутска, сборная команда города Якутска со спадами играет. Укоронилась, да? Если так правильно сказать. Теперь надо... Подготовки идет четвертой партии. Наставление тренеров. Почему-то есть же игроки запасные добротно. Вот Алексей Арбатского почему-то не выпускал. Орите, дышим, орите. Забили, забили, не забили. Помогайте. Мне кажется, что... Что ты дургаешься за его? В защите очень хорошо играет, когда команда разговаривает, да? Почему-то вот Якутска защиту без... Ну, молча строит. За счет этого. Мы два раза видели откровенные лягушки. Углом назад играли, но два крайних защитника лезли вперед. Вот они находились в линии атаки в трехметровой зоне. Оставался только задний доигровщик. И все считают, что калитка открыта, первая зона. И пятерка полностью открыта. И такие моменты опытные игроки не пропускают. Сразу закидывается мяч туда. И вот большой труд, как в предыдущей атак, да? Сводится к нулю. Вот сейчас... Может быть, какие-то корректировки будут. Обязаны? Да, они нужны, потому что игра не пошла, да, у них, откровенно говоря. Или пошла игра у намцев? Нет. Я считаю, что академичная Нанса играла. Ну, даже без больших колебаний, да? А Якутска, то хорошо, то плохо. Нестабильная, да? Нестабильная. Ну вот, класс команды определяет как раз стабильность. Поэтому мы сейчас увидим, кто выдержит, тот и выйдет из этой борьбы победителем. Возвращаются волейболисты на четвертую партию, на площадку. Мы смотрим, напоминаю, для зрителей, которые только к нам подключились. Идет вторая четвертьфинальная игра седьмых спортивных игр народов Якутии в селе Амга. Первый полуфиналист определился в игре Амга Мегина-Кангаласки. Амга выиграли со счетом 3-0. И теперь ждут своих соперников по полуфиналу. Сейчас у нас играют Якутск-Намцы. Намцы пока по партиям 2-1 впереди. Третий полуфинал ждет нас Чуропчинский-Алекминский. И четвертый, четвертьфинал, извиняюсь, четвертьфинал. Это будет Усть-Алданский-Ленский районы. Семен Слепцов, четвертая партия. Но последние два года в сборной Амганцев научилась выигрывать. Это видно по второй партии. Спокойно, академично отыграли. Семь мячей. Вот это переломный момент был. И вот четвертая партия уже идет. И я пусть нити своей игры, тактические нити, как-то... Подрастерял. Да. Блок первой партии, вторую партию, половину работал очень хорошо. Бросок посчитали. Ну, кисть, видать, задержка мяча была, скорее всего. Да, возможно. Один-один. Первый судья у нас Аркадий Ефремов. Второй судья Семенов Анасиев. И в атаке Александр Перепелица. На такой коллективный блок. Пока ему не удается завоевать очко. А, в сетку, ваше, да. Это технический срыв удара был. Вы правы. 2-1, пока намцы ведут начало. Опять неудобный пас. Ой, хорошая игра в защите от Коли Павлова. И сам же будет пытаться добить. Вот координация движения. С места, с разворотом, да. Стоял боком. И хоп. Никакой разбег не нужен. Валетбольное мышление. Вот таким игрокам. Коля Павлов, ну, находится в таком возрасте, когда уже все подошло, да? Да. Физические возможности позволяют ему так играть. И появилось добро, но очень хорошее волетбольное мышление. 3-2. Такое же мышление обладает и Никита Заусаев. Созрели ребята. Да, Александр Перепелицын, Александр Скишкашин. Сложно здесь обладать. О, что-то не пошло сегодня. Ну, в четвертой партии опытный игрок подломился маленько. Сейчас соберется, мы уже видели. Его меняли в первой партии, потом доверили второй раз. Сейчас Арбатский, по всей видимости, будет заходить. Алексей играет обычно на этой позиции центральной блокирующей. Он быстрый игрок, темповой. Или в диагонали. Может на диагонали выйти. Но у него хороший блок. Можно было запускать между Александра Черкашина. Мы видели, что последняя, ну, в третьей партии, особенно, через Сашу. Нашли, да, его? Лазейку нашли. Сергей Павлов, особенно. И Семен Слепсов. 5-3. Вот то. Плохо то, что нет настроения у Якутска. Сейчас должны как-то сами себя завести ребята. Понимают, что во второй партии был шанс. И очень сложно отойти от упущенных возможностей. В игровых видах спорта, мне кажется, что вот слишком много Якутска второй партии апеллировал к арбитрам, судьям, да. И вот этот момент не выпросишь, короче. Да. Да, судьи крайне редко меняют свое мнение. Зато нервы портишь себе основательно, да? Ну, может, сам ты, ну, отрицательные эмоции передаются другу, товарищу по команде. Он тоже начинает... Да, все верно. ...нини, ну, как бы, рассуждать. А уже... Время идет, соперники не спят. Слышок звучит, и собираться трудно. И мысли пропадает. Тактически, ну, нити пропадает, и все. Аут. Ну, Семен, если все ошибается, вот так его отмазь. Судержа Шрехин. С центра площадки на Либера. Аут. А теперь слишком развернул в другую сторону. Семен. Никак не может... Мне кажется, что стали, ребята, вот какие-то наработки. Отрабатывать, да? Да, уже... Ну, уже почувствовали пусть победы. Как бы у них это боком не вышло. Сейчас-то все-таки самое начало партии, и Якутск должен собраться. Накат. Игорь атакует. Блок. Вот, даже пешком подошел. Спокойно. И такой хороший пас донес, да? Да, Павел Абутов до Сергея... До Семена Слепцова. Вот они, мне кажется, что начинает Семена будить. Дают ему шанс его... Использовать по полной. Да, потому что впереди полуфинал. У Николая нужно... Немножко отдохнуть, да? Если такое возможно. Дайте игровую практику Семену. Да, или так, скорее всего. Тонус, тонус, как он почувствует. Следите за перемещениями, Абутова везде поспевает. Туда-сюда. Четвертый мяч доверяется Семену. Да, вот заметно в приближенной картинке, что командное движение у намцев намного... Грамотнее. Грамотнее. Да, все в своих перемещениях, зонах они и отходят вовремя, и страховочка на месте. Якус забить, но приема нету, атаки нет. И даже такая простая ошибка, обидная. Надо уже как-то менять, может замену произвести. Рисунок картины. Ну, мне кажется, что город Якус сегодня упор делал на первый темп. Никита подустал, да? Нет, здесь... А, до Водкини. До Водкини. Потому что... Ну, сложные подачи. Да, строев редко забивают. Сложные подачи со стороны намцев. Да и удары не подарок. Но Якус игре. 7-9, Егор Сукулов на подаче. Хорошая подача, выбивающие. Два раза ошибается, один раз попадает Семен Тимов на этой игре. Это Коля Павлов, да? Нет, это Семен. Семен, Семен, пятый номер. Да, дают ему... Сергей Павлов. Сергей Павлов. Да, они поменяют самплау. Я в первых двух партиях часто Семен играл в диагонали, да? Или Сергей. Сергей в диагонали держится. Да, держится. Ну, сейчас в доигровке Николай Павлов. И получается у нас весь третью партию на доигровке Семен, да? Это точно. Да. Но он ошибку допускает. Через раз бьет. Но ему дают. Он высококлассный доигровщик. Надо его, как вы сказали, в тонусе держать, да? Пригодится в игре против полуфиналистов. Очень хорошая скидка за блок. Александр перепелится. Ни в коем случае не дать отрывать отрывщик. Да, все понимают задачу. И без установок тренера. Усиление защиты. А, нет, подачи. Мы видели, что... Так, у нас 12-й номер. На подаче Александр Филиппов. Первый раз сегодня в четвертьфинале он. И просто подал. Да, не удалось ему. Но сложно сразу войти в игру, да? Рисковать. Нет, мяч отдаётся. Может, на повторе сейчас посмотрим. Поле же? Поле, по-моему. Да, поле. Судьи правы. 11-9. Спасибо режиссёрам в НВК Саха за грамотные повторы. Мы все убедились, что судьи у нас не ошибаются. 10-11 должно быть. Ну, хорошая расстановка. Сейчас, в этот момент, должен быть гордый. Самый боевой. Три на высоте игрока. Впереди, да? И на блоке, вот, сразу подтверждение ваших слов. Никита Заусаев сразу не даёт ходу Николаю Павлову. Александр Черкашин на подаче. Играется медь. И всё через Павлова. Вот, наконец, первый темп. Эффект неожиданности. Вот Павел два раза даёт Павлову, да? И когда уже третий ждёт Якутск, сразу на третью зону Манаеву. Дёргает, да? Дёргает очень блок. Хороший, позитивный приём. И Никита не забивает. Попытка номер. Нет, это у нас Сукулов. Нет, это остался в диагонали Олег Шишурихин, по-моему. Да, это он отходит. Восьмой номер Олег Шишурихин. Очень полезный игрок, на самом деле. 12-12. Вот, позитивный приёмный, комбинат забегания, ну, за голову, с отвлекающим моментом, центральной односеткой, да? Все остались. Да, вот это очень грамотная игра. Открытая сетка, открытая сетка для Кури. Да, шаманная, да, смысл. Конечно, заслуга Абутова, что выводит своего нападающего. Возрывает блок. Да. Блок. Упорная борьба. Якутск проявляет характер. Вернулся в игру, и это радует. Ну, Никита есть. Отдышался немного, и сейчас будет. Надо было менять его на задней линии. Я не знаю, что будет. Но у них Либера сейчас пока не может найти игру, поэтому... В пользу нам собрать. Касания не было, и на подаче Николай Павлов. Какие-то вот установки дует Николай. Есть прием. Мясо. Избыток чувств. У Анатолия есть черта характера такая. Он, когда слишком... Эмоционален, да, он на проломе идет. Он преград не видит. В третьей партии три раза вот так поступил, да. И в четвертой партии тоже такая залезает в цитку. Есть мяч. Играется мяч. Молодец. Егор Сукулов. Поление отводом от себя. Либера у Якутска. Павел Сукулов. Брат Егора. Он не выходил еще до площадки. Да, вот. Все время Эмиран Шамилов. У Шамилова игра не пошла. А теперь Павел Сукулов. Помог два раза, да? Ого! А, ну это, да. Семейный подряд. Молодец. Ну и пас, в общем, был. Кот открыт. Одиночный блок. И до пола. 15-15. Ждем. Подача в ауте. Но, еще раз говорю, для зрелищности волейбола, хорошо, что Якутск играет с тем настроем, который был в начале игры. Как облако над Лангой. У нас вчера облачным вечером было. Сегодня хорошая погода очень. Переменчиво играет, да? Сейчас солнце не садится и над командой Якутска. Хотя, счет в пользу намцев. Уже 18-е очко ребята завоевали. 17-е очко завоевали. Хотелось бы игру из пяти партий увидеть. Очень интересный волейбол. Четвертьфиналы. Игр народов Якутии. Чехляк двойным блоком Паттаева не пошла в Анатолий игра. Слишком прямолинейно, слишком прямолинейно. За счет мощи все хочет, но против Лома есть, оказывается, и другой блок хороший. Нападающие с хорошей кистью руки, они же направляют свои удары. Накатывают, укорачивают. А те, у кого кисть слабая, остается уповать только на силу и направление. По эмоциональности, по... Ну, висит такой... Я не знаю, даже вот мы сидим далеко от площадки. И мне даже есть такое ощущение, что перенапряжение испытывает город Якутии. Какое-то... Слишком хочет чуть-чуть расслабиться. Ну, отпустить маленькое. И сделать то, что они умеют. Саша, вот, Черкашин, Александр Черкашин пытается завести товарищи по команде. И это действие сейчас должно вселить огня в движение. Да, в перерыве. Минута перерыва была. И просьба Светланы Муратовой. Мы слышали, что... Вытянуть, да, эту партию. Тройки обязаны вытянуть эту партию. Потерпеть. Девятнадцатый мяч в пользу намской сборной. Семен Члепсов по рукам. Далекий мяч. Ну, не взять просто. Мяч откликнул к стенам дворца спорта. Именно Сахач. Критический момент. Кульминация второго четвертьфинала. Начинается концовка четвертой партии. И счет девятнадцать-шестнадцать. Будет ли семнадцать-девятнадцать? Да. Низко для... Пас был чуть низковат. И... Мячу некуда было деваться. Прямо в блок. Олег справился. Очень умное решение нашел. Блок-аут, да? Блок-аут, ага. И семнадцать-девятнадцать. Это лучше, намного лучше, чем двадцать-шестнадцать, да? Ну, конечно. И сейчас для Анатолия Татаева. А его-то не поменяли на этот раз. Да, или забыли, или посчитали ненужное вот это вот прошляпали. Неожиданность. Ну, левша. Паша-то тут же левую руку очень хорошо играла. Ну, замаскировал он двумя руками выпрыгнул. Да, он же всегда так прыгает, и потом шик, и легонько скидывает одной рукой. Гроссмейстерское попадание. Девяточка в угол. Девятый метр. И по длине, и по ширине. Мальчик попадает. Нужный момент тоже. Аплодируем стоя Олегу Шушурыхину. Александр Черкашин. И очень удобная, хорошая расстановка. Играется мяч. Перепелиться от блока в аут. Молодец. Но говорят, что Никита Зоусаев тоже пасующим игроком начинал. Классный, да? Помнят руки, да? Да, помнят руки. Довел мяч на равенство. Шанс для города Якутска держать подачу. Ну, второй раз. Это перемотка или игра идет? Мышеловка такая, да? Вот та же картина, которая была. Ну, и здесь по скорости. Не успевает Никита следить. Ну, он привык держать своего игрока центрального. А тут пасующий. Ну, два больше, чем один. Да. Нужно выбирать между ними. 21-19. Ну, на шаг. На мгновение нам все полуфинал подходят. А городу Якутску два шага надо. Надо выиграть. И... Пятую партию тоже надо сыграть. Да? А до полуфинала нам с каком-нибудь перемещающего. Опять не долетает мяч до связующего. Ну, вот по спортивному нагло играет Павел Абутов. Да, да. Есть мяч. Как Никита посередил. Молодец, Никита. Память мышц. И это все равно не помогает. Намская команда как шла вперед, так и прет. В хорошем смысле этого слова. 23. 23-19. И второй тайм-аут. Имеет в команде такой игрока, как Николай Павлов на доигровке, да? Подвижного. Прыгучего. Очень подготовленного. Тактически грамотного. Один игрок, это все-таки не команда. Очень высококлассная команда у Намского района. И главное, что сыгранная. Мне кажется, да, в этом матче Якутск не поверил в своей победе второй партии. Что-то слишком легко отрыв был создан. И у спад пошел капитально. Ну, просто когда ты думаешь, что у тебя задел в семь мячей, да? А его ликвидируют так быстро. Тут у всякого, наверное. Не только настроение, но и... Вся игра пойдет наперекосяк. Ну, вчера в этом положении город Якутск-то догонал же Чурабчу в четвертой партии. Я помню, 23-20 было. И тогда при подаче Александра Черкашина ребята догнали. Ну, Чурабча в итоге выдержал. Потом же пятую партию выиграли. Если Чурабча, может, я тоже смогу. Ну, остается все больше шансов. Станицкий ошибается подача Максима. Это совсем непростительно. Если ты выходишь подавать, хотя бы не ошибайся, да? В обратной замене. Не дай бог никому не оказаться в ситуации. Первый матч был на Кольдзинамцев. Но опасный подающий, связующий игрок Павел Абутов. Я Павла Абутова помню, когда он со школьником приехал играть за сборную Кобяевского Луса. И в полуфинале они сильную команду не ринглили. Все, ну, молодая команда была очень. И проигрывали 2-0. Третья партия со связки на доигровку Паша вышел. И они 5-2 выиграли за третье место. Это был большой успех для Кобайского района. Да, там еще в школе Павел был таким худеньким, невысоким. А потом на первом курсе взял и вымахал, да? 190. Какой там у него рост было? 192 или 3. Да, вот около того. И мощи набрал. 21-24. Один от игрок. Давай, Никита Таусаев. Держит подачу. Есть позитивный прием. Немножко не в темп сыграли нам все волейболисты. Сейчас уже шанс у Якутска. О, это было лучшее решение, которое могло быть в этой ситуации. Лежит Павел Абутов. И Климов Андрей. Молодец. Очень грамотно действует. 22-24. Второе от игрок. Сейчас, может быть, психологически это сторона игры перейдет в городе Якутску. Если уже не перешла. Догнали же все-таки. Один брейк остался. На шуме. Сейчас на блоке надо грамотно сыграть. Так, надо нам обязательно сняться забить. Доверить непонятно. Без перемещения играет. Есть смазанный прием. Накат просто здесь поднимут. Шанс для города. Это Климов. Климов отжигает просто. На силу отчаянный был нападающий удар. Потому что там двойной блок уже его ждал. Но справился. Справился Андрей. И снова перерыв берет Айсен Джерготов. Потому что понимает, что Якутск уже на кураже. И их надо как-то вот сдержать. Да, есть. Вода попала. Появилось такое чувство. Да, у нас что? У человека есть такое. У спортсмена, да. Есть чувство такой катастрофы, что ли. Когда появляются опасения. Да, да, да. И дергание появляется. Сейчас уже почву под собой нашли, да? Да, четвертый Брековый мяч проигрывает. Сняться не могут. Атаки нету. Айсен что-то позитивный прием пропал. Никита. Высматривает, да? Хитрый. Взгляд. Хороший кадр. Крупный. Но Семена есть и не доводит. Вот это уже интересно становится. С каждым ударом. Подвиг. Вчерашний Чарапчинский, сегодняшний Намский повторяет теперь город Якутск. Молодцы, ребята. 24-24. Такой волейбол нравится всем. Да, это прекрасный вид спорта, когда возможно все, да? Еще раз доказывают, ребята, сейчас атака намцев давно не было. И наконец... В диагонали Николай Павлов. 25-й мяч. Как в концовке третьей партии, да? Да, да. Остался в диагонали. И зрячий сыграл блок-аут. Между блоком. Сам подает. Просто, но сложно. Так, ну неправильно. Не ожидали, что он так подачился. По месту. Да, и поэтому защитник ошибся. Не довел мяч. Не забивает Татаев очередной раз. Умопомрачительный розыгрыш прямо. Долгий-долгий. Ну, молодец. Какая игра на защите. Аут. Мяч слишком от себя сыграл игрок сборной города Якутска. И пятая партия в истории не будет записана. Ограничимся четырьмя партиями. Да, напряженная игра во всех. Упорство. Во всех партиях. На всех отрезках игрового времени. И Климов. Климов, к сожалению, до этого очень хорошо. Три очка набрал. И последний, самый нужный, к сожалению, у него дался. Не исполнил, да? Линия-то была открытая. Мог попасть. Правильно задумал, да. Поздравляем команду Намского района с выходом в полуфинал. Они уже в четверке сильнейших команд. Но, полагаем, этим дело не ограничится. Пожелаем команде города Якутска удачи на стыковых встречах. Благодарим за очень красивую, очень красивую игру, которую нам подарили. И остается. Не, да, я хочу сказать, что Намский сборная команда, но есть у нее дух победителя. А сборная города Якутска, ну, по моментам, да, была вот такая ямочка третьей партии. Вот это, ну, я думаю, что это определяющий роль сыграло. И невезение вот в последнем ударе. Все могло пойти не так, но получилось так, как получилось. Главное, мы увидели шикарный волейбол, еще увидим. Ага, спасибо за внимание, что были и у нас в дальнейшем эфиры.